Эти сочинские дети были еще совсем маленькими, когда 10 лет назад террористы ворвались в Бесланскую школу и всех участников праздничной линейки, школьников, родителей, педагогов взяли в заложники. Представить, что это произойдет с моими родителями, со мной, это очень на самом деле страшно. Очень страшно было, когда раздался первый взрыв в школьном спортзале, вспоминает председатель осетинского общества Алания. В те дни он был в Беслане и видел своими глазами всеобщую скорбь. Сегодня в небо сочинские дети выпустили десятки белых шаров в память о детях Беслана. Хотели жить, хотели учиться, хотели быть достойными гражданами нашей страны. Их не стало. Беслан ни в коем случае нельзя забывать. Трагедия Беслана не должна повториться. Мы скорбим о тех, кто погиб тогда. 334 человека погибло. Это цифры. Но за этими цифрами стоит людское горе. Горе всех нас, которые мы никогда не забудем. И терроризм идет не только у нас. Терроризм идет по всей планете. Убежать от пуль жители Беслана не смогли. Из 334 погибших 186 дети. И эту трагедию, как никакую другую, чувствуют сейчас дети Украины. Началась война, но детей мирных жителей убрать не надо. Я сама из Украины. В глазах Влады боль и надежда. Надежда, что здесь, где так ярко светит солнце, плещет море, сбудутся все ее мечты и ничто не потревожит мирный сон. И сейчас Сочи помогает беженцам с Украины. И тогда, 10 лет назад, откликнулся на беду. 20 здравниц курорта приняли на реабилитацию осетинских школьников. Помогли и городу. Было собрано 6 миллионов рублей на реконструкцию родильного отделения в Беслане. Это отделение построено. И там вот при входе находится вот такая табличка специальная, где указано от трудящихся города Сочи пострадавшему Беслану. После трагических событий в Беслане именно 3 сентября стал днем солидарности в борьбе с терроризмом. Все участники акции уверены, так не должно быть. Вокруг должны появляться новые города, но не город ангелов. Так в Беслане назвали мемориальный комплекс, где похоронены погибшие дети.